Спешили в роддом, а попали в ДТП в Марксе. Автомобиль скорой помощи столкнулся с автомобилем ВАЗ. Медицинские сотрудники двигались на авто с проблесковыми маячками и спецсигналом, но на одном из центральных перекрестков их не пропустили. От удара скорая перевернулась. По словам очевидцев, внутри машины находилась беременная женщина. Ее доставили в первую городскую больницу Саратова. Случай в Марксе не единственный, когда водители не уступают дорогу спецавтомобилям. За 11 месяцев в Саратове произошло 7 ДТП с участием машин скорой помощи. Кстати, медики постоянно жалуются, что становятся заложниками на дорогах и жертвами хамского отношения со стороны автолюбителей. Почему так происходит? Поговорим с Оксаной Ивановой, капитаном полиции и старшим инспектором автоинспекции города Саратова. Наш эксперт сейчас находится в студии на Московской. Оксана Викторовна, здравствуйте. Выходят водители у нас безответственные? Машина скорой помощи едет с проблесковым маяком. Значит, она же не просто так включила проблесковые маяки. Значит, водитель был вынужден прибегнуть к этому. Значит, в любом случае из этого следует то, что у него в салоне автомашина находится больной. Не каждый водитель в силу своей воспитанности воспринимает эту ситуацию всерьез. И поэтому не всегда уступает дорогу. Я знаю, как минимум раз в месяц проходят совместные рейды полицейских и скорой помощи. Во время них ищут водителей, которые не пропускают машины со спецсигналами. Что говорят нарушители? В основном говорят то, что они либо не заметили транспортное средство, которое двигалось за ними с проблесковыми маяками, то есть не смотрели по зеркалам бокового и заднего вида, либо они не слышали звуковые сигналы, которые подает спецмашина, так как у них в салоне либо громко играла музыка, либо находят какие еще либо причины. Как же исправить ситуацию на дорогах? Может увеличить штраф? Сейчас какое наказание несут водители, не пропустившие скорую помощь? Им назначается административное наказание в виде штрафа 500 рублей. Я, например, считаю, что это очень маленький штраф и что нужно его увеличить. Можно приравнять его к управлению транспортным средством за выезд на встречную полосу и увеличить административное наказание в виде штрафа до 5000 и лишение управления транспортным средством лицом от 2 до 4 месяцев. Спасибо. В студии на Московской была капитан полиции Оксана Иванова. Мы говорили о том, почему автолюбители нарушают правила дорожного движения и не пропускают спецмашины на дорогах. Напомню, накануне в Марксе из-за подобного нарушения произошла серьезная авария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова